Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас распаковка заказа Фоберлик по шестому каталогу. Много новинок, оставайтесь со мной до конца. Светлана! Такая маленькая коробочка вместила заказ на 50 с лишним баллов, но она очень тяжелая. Как они тут все утрамбовали, прям молодцы. Мы даже на пункте выдачи ее вскрыли, чтобы проверить, действительно ли одна. Да, вроде по накладной одна коробка, но заказ большой, заказ интересный, объемный. Я, девчонки, хотела заказать и кроссовки розовые, и что-то еще из новинок, и другие кроссовки. Мне тоже очень понравились. Ничего не было. Говорят, уже и очков нет, я их успела заказать. Давайте по порядку. Начать хочу с пробника туалетной воды, новой. Как она у нас, девчонки, правильно называется сейчас? Я не стала все-таки брать полноразмерку, решила взять пробничек. Так, это у нас водичка Джоли Джоли, артикул пробника 341,99. В коробочке у нас всегда приходят пробнички, 40 рублей он стоит, по-моему. Ой, приятный, фруктовый. Сейчас нанесу на запястье и посмотрим заодно в конце видео с вами стойкость этого аромата. Но мне по нотам он понравился. Сейчас попробуем, как он будет звучать, будет ли вообще раскрываться. Не люблю я эти пробники, из них вот как-то не оценишь, все равно по достоинству аромат. И пока наберешь, проще пальцем. Но пальцем вроде ты ломаешь пирамиду. Короче, дело к ночи, девчонки. Я чувствую здесь классический Фаберлик, все равно. Мне кажется, он будет совсем не стойкий, потому что я его и сейчас плохо чувствую даже. Есть какая-то нотка, схожая с другими ароматами Фаберлик. Я не очень с ними дружу, мне нравятся последние новинки, я их брала. Но здесь вот что-то такое вот прям Фаберликовское. На что-то похож уже, девчонки, не могу понять, на что. На какой-то аромат похож. Хорошо, что не взяла полноразмерную версию. Нет, мне не понравилось бы сейчас носить его на себе. Фруктовые нотки отступают, остается вот эта вот классическая Фаберликовская нотка сладость. Легкие-легкие отголосок, знаете чего, Элиссар есть. Да. Нет, мне не нравится. Пока не нравится, посмотрим, сейчас будет раскрываться или нет. Так, дальше. В отдельном пакетике у нас здесь еда. Ушуршу чуть-чуть. Здесь я повторила, покупку классического кетчупа больше зашел он всей семье, нежели шашлычный. Мне нравится и тот, и тот. Но классический мы съели, мне кажется, дня за два, за три девчонки. Всем понравился, и мужу, и дочери, и вообще абсолютно всем. Он очень вкусный, он очень сладкий, хотя здесь нет сахара. Здесь у нас, наверное, сахарозаменитель, да. Кто-то мне под комментариями писал с первым заказом этого кетчупа, что это Махеев. И по составу, и даже этикетку содрали, и все, ничего подобного. Я даже полазила в интернете, посмотрела состав Махеев, посмотрела состав Уберлик, все сравнила. Не несите чушь, девчонки. Артикул, так, здесь 280 грамм, артикул 160, 50, 160, 50, да, вот, он очень вкусный, очень сладкий, мне нравится. С удовольствием его едим, похож действительно на Хайнс. Так, и здесь у меня еще три батончика. Один батончик вкладывают всем в подарок. Акция сейчас идет Стоп Сахар, и вкладывают в подарок. Было написано, что ореховый, да. У меня вот фруктово-ореховый батончик, миндаль, клюкла и хиноце. За 10 копеек, да, сейчас всем вкладывается этот батончик. Может быть, другие какие-то, необязательно этот. И два я заказала своих любимых. Это шоколадный тоже и арахисовый. По 90 рублей, по-моему, без скидки по акции батончики были эти. Так, поехали дальше. Заказала вот такой вот дейзик, восьмой элемент, мужу. Нравится, нравится аромат. Артикул его 3603, аромат классный, у голубого восьмого элемента, свеженький, такой мужской, как бы, ну, никаких нареканий нет. Так, прям вот утрамбовали закатывающие, не представляете, как. Как они сюда все это поместили. Я еще думала, господи, очки, я же заказала новые очки, а они в футляре. Сейчас будем с вами смотреть. Заказала порошок горной свежести. Я то горную свежесть беру, то альпийские луга, то гринли. Мне они все нравятся. Все абсолютно очень хорошо отстирывают. Распрямила. 800 грамм порошка приравнивается к 3 килограммам обычного. Он концентрированный. Мерную ложечку используем, чтобы дозировать. Артикул горной свежести 323. Они очень хорошо подходят для астматиков и аллергиков, потому что здесь такие гранулы, которые не пылят при использовании. У меня знакомая астматика, она только этим порошком может пользоваться. И он полностью выполаскивается. В этом году, точнее в прошлом, обновили формулу. Она стала гораздо сильнее, поэтому я теперь только этими порошками стираю. Меня устраивает абсолютно все. Нет уже такого заношенного вида вещей, как было вот года полтора назад от порошков до обновления формулы. Так, дальше. Дальше, девчонки, новинки. Новая серия до. И тут у меня три продукта должно быть. Да, я взяла все, кроме средств для мытья посуды, потому что у меня и так полно его сейчас в запасе. Ходят слухи, что каждый продукт из этой серии пахнет по-своему, потому что где-то здесь алоэ, где-то масло чайного дерева и так далее. Давайте тестировать по порядку. Освежитель оставим на потом. Первый продукт – это мыло для кухни, устраняющие запахи. Это вся серия с антибактериальным эффектом. Это достаточно актуально, но средствами с антибактериальным эффектом, конечно, не очень рекомендуется пользоваться на ежедневной основе. Я думаю, что Фаберлик добавил их совсем чуть-чуть, и даже этим мылом можно пользоваться каждый день. Мыло для кухни Фаберлик классное. Оно действительно устраняет запах от рыбы, от чеснока, от лука, от всего на свете. Можно с ним мыть посуду, можно руки, можно доску, на которой вырезали что-то вонючее, скажем так. Артикул 302. И здесь у нас алоэ, нежное алоэ. Содержит антибактериальный компонент, мягко моет, убирает неприятные запахи. Я хочу посмотреть, что это за антибактериальный компонент, но я не сильна в составах, он всегда у нас антибактериальный компонент, производная ондециленовой кислоты. О, по-русски есть хоть. На основе кокосового масла ПАВ. Ну здорово вообще. Супер. Давайте нюхать. Надеюсь, что будет пахнуть алоэ. Ой, они сейчас духи новые перебивают. Не мой аромат вообще мне не нравится. Нежная-нежная. Душка вообще практически неуловимая. Действительно алоэ. И она прям легкая-легкая такая, неощутимая. Нет, знаете, такой тухлитки, которая бывала раньше в некоторых мылах для кухни Фоберлик. Достойный аромат. Надеюсь, что и средство будет хорошее. Прям нежный такой вот запах алоэ. Кремовое достаточно густое, кстати, мыло. Мне кажется, даже чуть погуще, чем наши привычные. Так, следующий продукт. Взяла мыть полы. Концентрированное универсальное средство. Цитрус и мятное масло. Здесь у нас уже, смотрите, цитрус и мятное масло. Я люблю, как пахнет мятное масло. Оно у меня есть. Вообще супер. Можно и поверхности с ним, кстати, протирать. Антибактериальный эффект. Супер. Раз в неделю, да, там, на генералочку. Эффективно очищает различные твердые поверхности. Не требует смывания. Артикул 302.19. Какой здесь антибактериальный компонент? Тот же, наверное. Наверное, тот же, девчонки. Давайте понюхаем. Ой, классный аромат. Да, действительно чувствуется. Он прозрачный. Такой жиденький. Похож на средство для мытья полов. Видите, такой прозрачненький. Жидковатый. Чувствую, да, мятное масло. Мне очень нравится. Я не очень люблю масло эвкалипта, пихты, еще что-то. А мятное вообще здорово. Мятное масло и небольшой такой цитрус на отголосочке. Хороший запах. Классный. Я не пожалела, что взяла. Посмотрим, как будет, когда мой шпалы пахнуть в комнате. Ну, вообще, обычно не очень пахнет. Фиберликовские средства. Такие у них деликатные отушки. А здесь у нас уже чайное дерево эвкалипт, который я не люблю. Но, надеюсь, будет нормально. 303.24 артикул. Акваспрея свежитель воздуха с эфирными маслами чайного дерева эвкалипта. Я боялась и боюсь, что он будет похож на гринли, потому что они мне совсем не зашли оба эти аромата. Ну, акватический, он еще как бы более-менее. А вот тот цитрусовый, который тоже с какими-то такими маслами, не понравился совсем. Освежители водные. Освежители безопасные для домашних животных, для детей с рождения. Поэтому, да, всегда есть в запасе несколько бутылочек. Сейчас, наверное, 4 вместе с этими гринли, когда я их израсходую. Здесь заглушка от детей. Так, а сейчас попробуем сами. Распылим. Может, надо тоже взбалтывать, как и гринли, потому что, если есть в составе масла, они могут оседать. Эвкалипт, да. Эвкалипт прям. Первым делом эвкалипт с елкой какой-то. Ну, не знаю. Может быть, для туалетной комнаты как-то более-менее. Для помещения, в котором ты спишь, мне не понравилось бы. Мне не нравится роман, девчонки. Чайное дерево тоже есть. Да, я чувствую. Чайное дерево, вот я к нему как-то более-менее отношусь. Ну, ничего, ладно. Как компоненты ароматерапии. Это очень полезные вещи, на самом деле. Будем использовать. А так, нет, вот не повторю. Освежитель такого аромата больше не повторю, девчонки. Поехали дальше. Очки. Взяла очки. Они приходят в футляре. Это очки круглые. Девчонки, очень красиво. Кстати, сейчас на пункте вытачи мерила все три варианта. Мне подходят все три варианта, но имейте в виду, они большие. На широкое лицо предназначены. То есть, если у вас личико маленькое, худенькое, будете как стрекоза. Мне они подошли. У меня лицо широкое. Мне все, в принципе, очки подходят. И мне очень понравились вот эти очки круглые. Они так красиво оформлены. Они все добротные. Они и металлические. Они не из пластика. У меня есть очки с прошлого года фаберликовские. Так вот, по сравнению с ними, новые очки вообще просто люкс. Они плотные. Не одни, какие я мерила, вот новые три, не косят. В прошлом году у нас с вами была проблема, да, перекос. Я поправила. Можно было, конечно, вернуть как брак, но я поправила. Ношу их, ношу второй год. Эти очки очень добротные, плотные, вообще обалденные. Артикул 780-548. Это очки Адриана. Вот здесь материал пластик, металл. Если побольше части у нас пластик с вами был в прошлом году, то здесь уже металл. Вот такой вот классный лаконичный чехол без аббревиатуры фаберлик. Просто вот такой. На молнии. Молния черная, собачка почему-то металлическая. Открываем. Вместе с вами открываю. Я мерила они с вами на пункте выдачи. Еще они у нас в пакетике. Белые дужки. Видите? Так, этот пакетик с вами снимаем. Посмотрите, какая красота. Я вам сейчас поближе все покажу. Мне очень нравится, как вот здесь оформлено по бокам. Они тяжелые такие, вот знаете, прям крепенькие, крепенькие. В прошлогодние были вообще очень хлипкие. Ни одной царапинки. Нет, одна есть. Царапинка. Да, одна царапинка есть, не критично, совсем малюсенькая. На стеклышках. А еще на стекле, вот здесь внизу вижу клей. Кофты такая, сижу, вытираю. Да, клей. Какой снаружи, не стороны, или все внутренние. Как подтек такой. Я вообще даже не пойму, как его убрать. Он не ощущается под пальцами. Да, как подтек такой. Вы, в принципе, его не увидите сейчас, только при ближайшем рассмотрении. Но он есть. Он есть, и я его вижу. Так что косяки есть все равно. Везде и кругом. Вот такие вот очечи, девчонки. Видите, какие они большие? Даже на мое широкое лицо мне обычно проблематично подобрать очки. Они мне все какие-то маленькие, а я люблю крупные. Вот так вот смотрится. Немножко неправильно я сейчас здесь посадка. Немножко подрегулирую. Поближе к глазам хочется, чтобы они были. Металл, пластик очень крепкие, девчонки. Прям очень-очень. Вот так. Ну как он? Смотрите, как сбоку смотрится. Мне нравится. Знаете, когда что-то светленькое, такой летний вариант очков, потому что у меня много черных. Прошлогодний от Фаберлик черный. Мне прям нравится, девчонки. Вот сбоку очень красиво оформлено. И это получается как еще небольшая такая дополнительная защита от солнышка у нас с вами, да? Вот. Вот такие вот очки. На маленькой личкой не смотрите себе ни одни. Ходит очень широко, потому что даже мне, да, видите, как. Затемняет, затемняет неплохо вроде. У нас есть с вами на этикетке. Так, УВ-400. Линза УВ-400. Категория 2. Средненько, в общем, да, мне кажется. Да, так средненько. Я такие хотела, потому что сильной защиты у меня есть. Прошлогодние и не одни. Здорово. Сейчас покажу вам поближе. Вот очки, девчонки. Вот чехол, такой обычный плотненький чехол, да, без всяких аббревиатур. И вот сами очки. Смотрите, какая здесь красота. Как все блестит сбоку. Очень красиво сделаны шурупчики. Смотрите, как это, что это просто декоративный элемент. Сами тушки такие белые. Так, и вот как они выглядят. Со всех сторон вам показываю. Красивые, мне понравились. Я прям буду с удовольствием у них щеголять. А, кстати, вот потёк хотела вам показать. Сейчас увидите вы его или нет. Подклеим. Так. Вот он, видите, внизу? Вот сюда, смотрите. Вот в самый низ. Видите? Один маленький, вот потёк. Другой большой. Видите? Вон они. И он не убирается никак. Это такое ощущение, что это дефект стекла. Вот над пледом не очень видно. Надо что-нибудь беленькое нам с вами взять. Ну, что будет видно лучше? Нет, на белом вообще не видно. Вот на чёрном лучше видно. Вот эти потёки. Вот они, видите? Не критично как бы. Я, конечно, возврат делать не буду. Мне очки понравились. Всё супер. Но имейте в виду. Я надеюсь, они ещё появятся на складе. Вы не расстраиваетесь. Как говорят, у нас на центральном нет. Я повторила. Органу у меня уже третья бутылка в запас отправляется, потому что классный аромат. Это кондиционер для белья 118-54, золотая органа. Самый вкусный, на мой взгляд, фаберлик аромат, который держится на белье после стирки, после застилания, после носки. И когда мокрое бельё развешиваешь на лоджии или дома, аромат обалденный на всю квартиру. Такого парфюма. Мне очень нравится. Поэтому взяла себе в прошлом каталоге 2 бутылки. В этом ещё одну пока акция. Потому что он то есть, то есть, а потом хлоп, и без акции не хочется уже брать дорого. Так, дальше, девчонки, две новинки. Серии Биомика. Взяла критично к этой серии отношусь. Люблю только маску, сливки из этой серии. Но решила потестировать вместе с вами. Мицеллярный шампунь для чувствительной кожи и маска-бальзам для чувствительной кожи головы. Она у меня хоть отнюдь нечувствительная, но тем не менее, бывают моменты, особенно от шампуней Эксперт разноцветных, Фаберлик, раньше было, зудело жутко. Вот. Шампунь 150 мл. Вот такая малышка. Артикул 1274. Такой он, видите, маленький. Объём маленький от сна, не очень бюджетный, поэтому мы с вами протестируем, поймём, над нам оно или нет. И маска-бальзам для чувствительной кожи. 1275. Здесь сколько? Здесь 100 мл. Ещё меньше. Вот такая вот масочка. Она как маски-сливки, мне кажется. Такой же тюбик один в один. Сбалансированный микробиом. Здоровая кожа головы не содержит... Кстати, да, вот эти вот продукты не содержат парабенов и силиконов. Гипоаллергенная отдушка. Мои средства силиконы любят, поэтому, не знаю, зайдёт, не зайдёт. В следующем видео с вами будем тестировать вместе и посмотрим, понравится волосам или нет. Шампунь прозрачный, гелеобразный такой. Ничем не пахнет. Не чувствую вообще отдушки никакой. Маска запечатана у нас нет. Зафольгирована. Здесь не запечатана. Обычно, как Фаберлик любит запаивать, но зафольгирована. В общем, в следующем видео мы с вами это всё дело протестируем. Так, дальше заказала два дезика для мужа тоже по акции. При покупке двух Барберлаб продуктов срабатывали жёлтые ценники. Вот заказала два. По-моему, мы уже брали, если я не ошибаюсь, 25-43 артикула. Абсолютно два одинаковых, чтобы сыграла акция. Больше ничего нам из этой серии не нужно было. Насколько я помню, такой у Барберлаб сладковатый, такой девчачий аромат. Ну да, такой сладенький. Не брутальный, скажем так. Но ничего, антипреспирант и антипреспирант. Здорово, отлично, хорошечно. Вот тут новинок только много, прям не знаю, с чего начать. Давайте у меня с новинок. Так, гладкие пяточки был по акции, опять его повторила девчонки, потому что обожаю. Лучше ничего не смягчает ни ступни, ни руки. Надень, конечно, на руки неудобно, а на ночь вот самое оно. Потому что такое ощущение неприятное на руках остаётся. Здесь 30% глицерина. А на ступни, на ночь, на ручке вообще просто изумительно. Сколько продуктов мной перепробовано, нет аналогов и лучше этого средства. 16,61 артикул. Рекомендую тем, кто ещё не пробовал, обязательно попробуйте, пока цена смешная. Гель для подмывания взяла дочери из малышковой линейки. Мне очень нравится эта линейка своему будущему. Малышу тоже буду брать средства именно из неё, потому что она обалденная, девчонки. Эксперт фарма. Фоберлик Бэби гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Гипоаллергена 0+. Артикул 16,44. Мне нравится одушка чистоты. Это прозрачно, а нет, белёсая, белёсая такая консистенция. То, что есть дозатор, то есть дочь пошла, сама все дела в душе сделала, как бы, и всё прекрасно, замечательно. Так что, кто не пробовал для своих малышей, вообще малышковые все линейки с 0+, которые достаточно качественные, они дорогие. А у Фоберлик не уступает ничем, допустим, Бёбхен, мне кажется, в этом плане. Поэтому я планирую для будущего ребёнка брать только этот себе. Так, винатоник. Тоже повторила, хотя цена, по-моему, была не скидочная, но надо, потому что осталось запасить немножко. А я спасаюсь, ножки сейчас очень устают, и мне очень помогает винатоник. Вечером на ножки наношу и задираю их, прям даже на ступни, прям вот на все ноги, и задираю на стенку, немножко полежу, и всё, усталость снимает как рукой. Охлаждение длится совсем чуть-чуть, минуточку-две, но усталость снимает отлично. Поэтому я этот продукт люблю и им запасаюсь всегда. Расход бешеный, каждый день, если пользоваться, да? 1,733 артикул, продукт класс. У кого ножки устают, у кого есть проблемки с венами, рекомендую. Хороший действительно продукт. Я взяла карбокситерапию, девчонки, всю три шага. Потому что, почему потому что? Потому что была самая лучшая цена и есть в этом шестом каталоге. Поэтому берите. Мне кажется, такой цены больше на неё не будет однозначно. Первые два шага я имею в виду. Маска по обычной была цене, но я люблю их три. Всегда делать вместе, они работают обалденно. Первый шаг увлажняющий бальзам, второй активатор СО2. Кто не видел про карбокситерапию видео, я ссылку внизу прикреплю. Но в следующем видео, может быть, пока там что-то с вами будем тестировать, заодно и карбокситерапию ещё раз нанесём. Освежим в памяти, так сказать. Это, наверное, у меня третья или четвёртая уже коробочка. Хотелось повторять, но всё не было скидок. Действительно классная домашняя система, которая выравнивает тонко уже, высветляет некоторые участки. Говорили даже, что помогает в борьбе с пигментацией. Я, кстати, это проверю, потому что у меня сейчас появились в один момент, просто с утра встала, проснулась, появились пигментные пятна. И солнце здесь отнюдь ни при чём, это чисто гормональное. А вот здесь под глазками сейчас не видно и над губой немножко. Я их стараюсь убрать средствами для очищения, кожей кислотами, для умывания. Но говорят, что ещё карбокситерапия в этом плане хороша, поэтому проверим с вами. Я вам обязательно расскажу, случилось ли чудо или нет. И маска мне нравится. У меня от неё, кстати, лицо так щипет прям. А если у меня что-то щипет, значит, работает. Я люблю такие продукты. Маска классная. Вот именно третьим шагом я её наношу, и прям по щипывание в Т-зоне. И она практически вся съедается кожей. И достаточно быстро впитывается. Здесь пантенол, гиалурон, когда она липкая такая достаточно. Артикул маски 0,295. Артикул двухступенчатой системы 0,294. Рекомендую, девчонки, кто не пробовал, сейчас очень хорошая цена кожи. Вам прям ваше скажет спасибо. Это абсолютно точно. И карбокситерапию можно применять в тёплое время года. То есть если кислоты сейчас уже мы с вами должны убирать на задний план до поздней осени, то вот эту процедуру, схожа по эффекту с кислотами, можно применять и в этом. Так, мои хорошие. Дальше. Две новые кисточки я взяла. Хотя вроде у меня их достаточно, но для теней. Вот ещё пригодятся, думаю. Заодно сравнить мне хотелось, потому что мне показалось по фотографии, по крайней мере по обзорам, которые я видела, что они набиты хуже. Сейчас посмотрим. Так, первая огромная кисть для растушевки теней. Предыдущая у нас с вами меньше. Я сейчас её принесу и вам покажу. Принесла старые кисти. И новые. Значит, первая у нас для растушевки теней. Все они приходят в чехольчиках, да? Артикул 910, нет, 910-134. Они тоже искусственные. Во-первых, сама ручка потолще, да? Кисть покороче. Ворс подлиннее. Не знаю, насколько это будет удобно. Мне кажется, я бы её вот такой кисть для хайлайтера оставила, а для теней вот это удобней. Потому что она слишком, девчонки, большая для растушевки теней. По мягкости. В принципе, такие же. Кажется, что набиты меньше, потому что она длиннее, если бы она была бы короче. Мне кажется, нет, старый все-таки как-то поплотнее. Это такая более рыхлая кисточка. Я вам покажу поближе. Фоберлили здесь написано, да? Такая вот она. В принципе, такая же. Не полегче, наверное, даже. Пластик, наверное, потоньше. Мне кажется, я вот для хайлайтера, для контуринга бы оставила вот эту кисточку. Для теней как-то она прям аж за всю века. Большая, очень крупная. Вот сравните, да? Так, дальше поехали. Следующую кисточку я взяла для нанесения уже теней. Её артикул 910-133. И она у нас плоская. Вот, смотрите. Она тоже короче, нежели предыдущая. И она какая-то угловатая, не совсем... Вот так, наверное, лучше на фоне меня. Не совсем ровный срез, что ли. Видите, какой угловатый. Если вот здесь, в предыдущих кистях, всё идеально. Да? А здесь какой-то вот беспорядок. Прошлое набито лучше, девчонки. Вот это прям, вот видите, она такая рыхлая, такая какая-то беспорядочная, угловатая. Здесь прям её не наклонишь даже. Очень плотная. По мягкости... Мягкая, мягкая. Ничего как бы не скажешь. Мягкая, но они все волоски разной длины. То есть какие-то вот здесь заканчиваются волоски, какие-то идут длиннее, длиннее, длиннее. Не знаю, насколько это удобно в плане нанесения теней. Такой вот угловатый можно нижний века хорошо подводить, да? В принципе, вот, да. Не знаю, пока что могу сказать. Мне предыдущие кисти нравятся больше. Да? А вы как бы решайте сами. Мягенькие. Я думала, они будут колоться. Но смотря какая кисть, возможно, ещё. Нет. Нормальные, нормальные. Нормальные, но не так набиты плотно. Не такой ровный ворс. Да? Как бы уже они как-то смотрятся, что ли, подешевле, скажем так. Предыдущие я прям восхищалась и сравнивала их чуть ли не с люксом. И до сих пор ими пользуюсь. Ни одна волосинка не выпала. Всё как бы идеально, да? Моё мнение, новые кисти хуже, нежели старые. Так, поехали дальше. Дальше, девчонки, взяла по программе Фуберлик Лайк патчи. Новые патчи Асиул. Они приходят в слюде. Запакованные все. Артикул 0.9.16. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько они по Фуберлик Лайк выходят. По деньгам, да? Так. Очки выходят 559 со скидкой. Где патчи? Где патчи? 510 рублей выходят со скидкой патчи. Нормальная цена. 510 нормально, можно отдать. Сейчас мы с вами снимем следу. Тоже по эффекту протестируем в следующем видео. Они заявлены, в принципе, как продукт от тёмных кругов под глазами. Но вообще все патчи, они направлены на что? На парниковый эффект. То есть вот можно ещё какую-то сыворотку любимую свою нанести на кожу под глазки, да? Или кремушек свой любимый. И сверху одеть патчи. Будет эффект классный, более заметный. Чтобы убирать синяки под глазами, в мешки, тогда их лучше хранить в холодильнике. Я, в принципе, так всегда и делаю. Так, как эту коробку теперь открыть? Какая-то коробка мокрая, девчонки. Она какая-то влажная. Серьёзно. И сама банка мокрая. Протекли. Вроде закрыто, плотно. Мокрая коробка, дно прям совсем мокрое. Патчи протекли, судя по всему. Вот так выглядит банка. Никакой информации на банке нет. Просто партии и номер, и всё. Артикула даже нет. Здесь ещё крышечка. Но протекло всё равно. Вот крышечка сверху, пластиковая, да? И лопаточка, которой мы эти патчи будем доставать, такая матовая. Открываем крышку. Здесь очень много геля, конечно, поэтому они протекли. Здесь его реально много. Он прям течёт. Отдушка приятная, похоже на что-то из серии АСЕУ. Поддеваем. И они достаточно сами по себе, видите, плотненькие, не тонкие. Вот у меня сейчас заканчивается корейский, они прям тоненькие, эти плотные. А с патчами лучше не ходить, не расхаживать по дому. Особенно если у вас уже кожа возрастная, да? Мы накладываем их под глазки и ложимся. Иначе может быть провисание морщинки, наоборот, можно навредить себе, да? А эти патчи тяжёлые, они такие достаточно толстенькие, видите? Вот так вот, девчонки. Такие с блёсками, красивые. Тоже в следующем видео с вами протестируем. Не буду пока туда лазить руками, да? Протестируем с вами и посмотрим, есть эффект или нет. Здесь сколько у нас? 50 пар, по-моему, если я не ошибаюсь. Не 50 пар, наверное, а 60 патчей. 30 пар, да? Так, 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 так. Даже не написано. Можно налогу клеить куда хочешь, это всё понятно. На 20 минут. Очисти кожу, используй тоник, вложи патчи. То есть, видите, нам даже написали. Сначала тоник, а потом уже накладываем патчи. Вот так вот. Ну сколько здесь, что, где написано-то? Нигде не написано. В каталоге, помню, было написано. Здесь не вижу. Ну, капель. Ладно, не будем останавливаться на этом моменте. У нас ещё есть с вами чем заняться. Патчи до следующего видео отложим. Так, дальше, девчонки, взяла из новой линейки доктор Кор. Вот такое вот нежное молочко для умывания. Попробую потестировать, если мне понравится. Может быть, даже дочери там. Нежное молочко, 150 мл, артикул 0,580. Эмульсионное средство для ежедневного очищения сухой, очень сухой кожи. Слышала уже хорошие отзывы на этот продукт. Бережно очищает кожу, не повреждает её. Подходит для снятия даже макияжа. Увлажняет, смягчает, предупреждает появление стянутости. На самом деле, здорово. Здесь значок такой, что можно утром, вечером, ночью и в любое время суток. Это тоже классно запаяно. Молочко у нас с вами нежное. 150 мл, достаточно большой объём. Но это вся серия, она у нас не бюджетная, конечно. Прежде чем брать, хочется убедиться, что это продукт достойный. Это что-то типа тоже космецевтики, теперь Фаберлик. То есть косметика уходовая с лечебным эффектом. Вот такое молочко, достаточно плотненькое. Превращается на кожу в водичку. Приятно пахнет каким-то аптечным кремом. Линейкой Эксперт с красным крестиком, которая напоминает аромат. Что-то похожее прям. Так что вот так. Здесь вот эта штучка, кстати, такая объёмная, выпитая, прикольная. Будем пробовать тоже в следующем видео. Так вот сейчас. Прикольный аромат такой. А нет, знаете, запах напоминает, что малышковую линейку. Вот, да, вот эту линейку малышковую. Вот этот запах напоминает. Классный. Так, остался у нас с вами один продукт, ещё одна новиночка. Это матирующий праймер. Ну, конечно, какой я возьму. Во-первых, сейчас тёплое время года, увлажняющий какой-то мне совсем не хочется. Затирающие поры, ну, не знаю, тоже какой-то сомнительный продукт. Обзор посмотрела, взяла матирующий. Матирующий праймер, артикул 6524. В следующем видео с вами тоже протестируем его. Но сейчас мы, конечно, его попробуем, естественно. Всё так сделано довольно стильненько, добротно. Небюджетная тоже серия вышла в Фаберлик. Здесь в составе матирующая пудра комплекс Эвермет. Уменьшает выработка кожного села, длительно матирует кожу, устраняя жирный блеск. В принципе, сейчас кожа нормальная, из жирного блеска нет по сути. Но ещё не вечер, скоро лето, уже не за горами жара, и он появится. Без этого никуда. Смотрите, какой здесь дозатор носик. Храним вот так, а используем получается вот так. Чпонька, чпонька. Ничего, тишина. Сейчас как выстрелит, как у меня бывает обычно. Ой, розовенький. Он розовенький, девчонки. Смотрите, какой он розовенький. Такой плотный, розовенький. Интересно. Да, он достаточно плотный. Он такой, знаете, как суфле, я бы даже сказала. Смотрите. Такой прям, как суфле. Разносим, и сразу кожа матируется. Знаете, как после чего? Как после банановой маски. И консистенция, кстати, похожая на банановую маску. Ой, сглаживает, как поры, девчонки. Вообще супер. Но на руке не так понятно. В следующем видео прямо будем с вами без макияжа пробовать при ближайшем рассмотрении. Сглаживает вообще здорово, очень классно. Потрясающе. Кожа гладенькая и матированная. Поначалу прям как банановая маска. И консистенция, и когда на кожу наносишь, да, на нас сразу матируется. Новая я имею в виду вот эта банановая. Надушка какая-то еле-еле уловимая, даже не пойму чем, в принципе. Смотрите, по сросточкам. Да, какое отличие. Вот смотрите, они у меня не чистые, но естественно, я сегодня красилась уже. О, вылетим. Как набита эта кисть. Как набита эта кисть. Видите? Фокус. Не надо нам тут устраивать. Вот показываю вам прям по максимуму. Видите, она такая более рыхлая. Так что, девчонки, запасайтесь старыми кистями. Вот, следующая, старая, она прям вообще ее вот не согнешь. И в новом исполнении. Вот видите, как она выглядит, какая-то вот неровная вся, да? Угловатая, угловатая, кое-где торчат волосики, да? Такая достаточно рыхленькая тоже, плоская. Ну, не знаю, мне не очень понравились они. Буду пользоваться, конечно. Вот если выбирать, сейчас я вам прям искренне рекомендую брать старые. Ну и каталог, конечно же, в заказе седьмой, уже летний, прям совсем такой. Там тоже море новинок. Опять я уже смотрела его в онлайн формате. Море новинок просто. И будет подарок у нас уже Гринли, да? Для новых консультантов. Девчонки, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами свяжусь. Будем общаться, покупать со скидками и так далее. Ну и на этом видео свое буду заканчивать. Всех люблю, целую. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.